История с получением РПЦ сенсационного письма главы непризнанного Киевского Патриархата обрастает новыми подробностями. Представители Украинской Православной Церкви подтвердили, что Филарет направил послание Патриарху Кириллу, и они действительно готовы к диалогу. Сегодня обещают рассказать подробнее, что имеют в виду. В Москве тем временем уже создали комиссию для переговоров с отделившейся Киевской Церковью. Олег Шишкин разбирался в деталях. Письмо главы так называемого Киевского Патриархата Украинской Православной Церкви Филарета приурочено к открытию Архиерейского собора, высшего церковного органа, который в эти дни работает в Москве. Сам факт такого обращения вызвал настолько неоднозначную реакцию на Украине, что многие поверили в существование письма только после опубликования его копии в интернете. Примечательно, что оно написано на русском языке. Вместо официального бланка простой лист бумаги. Внизу подпись «Ваш собрат Филарет» без указания сана и церковной должности. В Москве Филареты считают не украинским патриархом, а раскольником. Поэтому, подпишись он так, как именуют его на родине, бумагу никто бы рассматривать не стал, не говоря уже о публичном прочтении письма на Архиерейском соборе. В письме не говорится о покаянии и помиловании, но общий тон послания разительно отличается от всего, что в последние годы неслось из Киева в сторону Москвы. Желая прекратить разделение и распри между православными христианами, восстановить евхаристическое и молитвенное общение, как это надлежит в Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви, ради достижения Богом заповеданного мира между единоверными православными христианами и примирения между народами, «Обращаюсь к вам с призывом принять надлежащее решение, благодаря которым будет положен конец существующему противостоянию. И я, как ваш собрат и сослужитель, прошу прощения во всем, чем согрешил, словом, делом и всеми моими чувствами. И также от сердца искренне прощаю всем». Филарет считается главным виновником церковного раскола на Украине. В советское время с середины 60-х до начала 90-х годов он занимал в Киеве должность митрополита, а затем, после распада СССР, потребовал для Украинской Церкви автокефалии, полной самостоятельности и независимости от РПЦ. Получив отказ, Филарет, по сути, организовал заговор и в одностороннем порядке провозгласил создание Киевского Патриархата, за что был отлучен от церкви и предан анафеме. Сама провозглашенный Патриархат ни одна поместная церковь не признала. Сейчас на Украине одна часть православных приходов подчиняется Киеву, другая — Москве. Церковные раскольники активно поддерживают нынешнюю украинскую власть. Пару лет назад Филарет даже летал в США, выпрашивает летальное оружие для боевиков из так называемых добровольческих батальонов, воевавших тогда в Донбассе. «Дух в украинских добровольческих батальонах и в нашей АТО сильный, но нам не хватает современного оружия». Взамен украинские власти закрывают глаза на захват церквей, насилие над священниками и верующими русской православной церкви. Больше всего храмов захвачено в Волынской, Ровенской, Тернопольской, Львовской и Черновицкой областях. Нередко раскольники действуют бок о бок с боевиками запрещенного в нашей стране правого сектора. Да и риторика лжепатриарха мало напоминает христианскую проповедь любви и добра. «В чем заключается правда и где корень зла? Корень зла находится в тех людях, которые живут в Донбассе, и тех, которые находятся в Москве. Не всех, а тех сепаратистов, которые живут в Донбассе». Понятно, почему письмо Филарета в Москву стало сенсацией. Правда, поздно вечером на официальном сайте Киевского патриархата появилось заявление, выдержанное уже в привычном тоне. Что же касается тех грехов, приписываемых патриарху Филарету московским патриархатам, в частности вины раскола, то патриарх Филарет никогда не признавал, не признает и не будет признавать себя в них виновным. И поэтому не имеет основания в этом раскаиваться. По-другому расценили обращение Филарета православной иерархии московского патриархата на Украине. «Он пожилой человек, 1929 года рождения. Надеюсь, что Филарет действительно нашел в себе мужество примириться с Богом и своей тысячелетней родной церковью. И, конечно, этот шаг надо только поддержать». На архиерейском соборе в Москве письмо главы Украинской церкви восприняли как первый шаг к преодолению раскола. «После горестных 25 лет раздоров, насилия, взаимной неприязни, обид и нестроений, возникших в украинском православии и украинском обществе в результате раскола, появляется, наконец, возможность встать на путь восстановления единства». В РПЦ заявили о создании специальной комиссии для переговоров с киевским патриархатом. Возглавит ее митрополит Волоколамский Элларион. Сроки начала диалога пока не называются, хотя уже сейчас, понятно, простым он не будет. Олег Шишкин, Дмитрий Запарин, Первый канал.